Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кончарова Наталья Викторовна, я сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края. Мы снова находимся с вами на выставке этой ярмарки краски, где представлены произведения русских народных художественных промыслов. Мы уже поговорили с вами о погремушке Ширкунок, о матрёшке. Сегодня речь пойдёт о замечательной Богородской игрушке. Вы видите два экспоната работы мастеров села Богородское Московской области. Это деревянная скульптура, выполненная резчиками по дереву, фигуры медведей, любимых персонажей богородских мастеров, композиция «Разбушевался» и композиция «За обедом». История возникновения богородского промысла уходит своими корнями в XVII век. Но в начале XVIII века в расходных книгах жены Петра I Екатерины Алексеевны уже была запись о покупке подобных игрушек богородских умельцев. Мастера села Богородское изготавливали игрушки из мягких пород дерева. Чаще всего использовали липу. Но они сотворили настоящее чудо. Изготавливая резные фигурки, объёмные в традициях русско-реалистической скульптуры, они придумали, как оживить эту игрушку. Придумали два механизма. Один из них, более ранний, планочный, заставлял двигаться равномерно фигурки медведя и мужика в кузнице, бьющих по наковальне. Это один из примеров планочного механизма. Был механизм подвесной в виде грузика, который крепился к определенным частям данной игрушки. Мы видим зайца-лыжника, который может двигаться с помощью вращения вот этого грузика. Богородская игрушка настолько любима, и она не утратила своего значения до сегодняшнего дня, что даже мастера наши местные алтайские по мотивам Богородской игрушки делают замечательные вот такие резные фигурки. Мы видим образ раскрашенной игрушки, яркой, красивой кружевницы, которая плетёт вологодские кружева. Сейчас мы будем вращать грузик и увидим, как она это делает. Мне кажется, что вот такие игрушки понравятся обязательно современным детям. Поэтому, уважаемые родители, у кого будет возможность доехать до Москвы или Петербурга, и вы увидите в магазинах богородские игрушки, приобретите их для своих детей. Они будут очень рады такому подарку.